Добрый день, уважаемые трейдеры! Американский фондовый рынок вырос на прошлой неделе, а индекс доллара США упал. S&P 500 закрылся на 1,3% выше за неделю, а индекс доллара США потерял 0,9%. В понедельник американские акции выросли, чему способствовали рост секторов, технологий и материалов. Доллар поднялся после замечаний представителей ЕЦБ о том, что любой переход к ужесточению от нынешней свободной политики не состоится в скором времени. S&P 500 закрылся незначительно ниже во вторник после того, как лидер большинства в Сенате США Митч Маккеннелл объявил, что Сенат откладывает свою летнюю паузу до третьей недели августа. След Совета управляющих ФРС Лейл Брэднерд заявила, что нужно больше экономических данных, чтобы принять решение о еще одном повышении ставок. Доллар упал на 0,3%. Американские рынки закрылись выше в среду благодаря мягким показаниям председателя ФРС Еллен. Еллен сказала, что базовая ставка не должна подняться много для достижения нейтральной позиции, процентной ставки, при которой экономика не ускоряется и не замедляется. Инвесторы интерпретировали это как намек на то, что цикл ужесточения денежной политики будет коротким. Банк Канады повысил ставку овернайт до 0,75% с 0,5%, как и ожидалось. Фондовый рынок США продолжал расти в четверг, так как председатель ФРС Еллен подтвердила планы Центрального банка по постепенному повышению процентных ставок с ослабленным фактором, уже удерживающих центральную позицию. Президент ФРБ Далласа Роб Каплан присоединился к мягким комментариям председателя ФРС Брейнард, говоря о том, что он хочет увидеть больше доказательств того, что инфляция продвигается к целевому показателю ФРС 2%, прежде чем перейти к еще одному повышению ставок. Индекс доллара США был нейтрален. Американский фондовый рынок закрылся выше в пятницу, так как слабые данные сделали более вероятным, что в этом году ФРС больше не повысит ставки. Индекс доллара упал на 0,7% после сообщения о том, что розничные продажи в июне упали на 0,2%, а инфляция в июне замедлилась до 1,6% с 1,9% в мае. Наиболее значимые события на этой неделе будут новозеландские и британские инфляционные отчеты во вторник, решение Банка Японии ЕЦБ по процентным ставкам в четверг и канадский отчет по инфляции в пятницу. Ожидается, что ЕЦБ будет сигнализировать о снижении потребностей в тимуляции. На этом все. Увидимся на следующей неделе.